Бум! Отметено точно останется. Господи, посмотрите на эту дыру в полу. Как дела, мои ненаглядные мамкин ютуберы, добро пожаловать на очередной эпизод премии Дарвина. Как мы всегда повторяем на канале, пушки великолепны, а идиоты, с другой стороны, не то чтобы очень. И когда две эти вещи соединяются, в итоге может получиться лауреат премии Дарвина. Разумеется, это вымышленная премия, которую вы получаете, когда делаете что-то глупое, и самостоятельно удаляете себя из генофонда человечества. В этом эпизоде у нас будут взрывы, выстрелы по неосторожности, и, возможно, даже высокоскоростная кастрация. Да, выпуск будет хороший. Как всегда, цель наших видео в развлекательной манере обучать людей безопасному обращению с оружием. Откровенные кадры или что-то потенциально шокирующее, разумеется, будет скрыто, чтобы соответствовать политике ютуб. Привет, ручной просмотрщик ютуб. Я надеюсь, у тебя хорошее настроение. Давайте начнем с чего-нибудь помягче и не такого шокирующего. Ну, чтобы настроиться. В кадре джентльмен, который досылает патрон в патронник своего пистолета, похожего на беретту. Хоть она не держит палец на спуске, но случается что-то магическое. В этом видео нет звука, но я уверен, вы сможете понять, как бы все это звучало. На этом лице мы видим выражение чистого страха. Возможно, это произошло по причине заклинившего ударника, кто знает. Это был наш начальный клип, его в полной мере нельзя отнести к премии Дарвина, так как я не могу сказать, что этот парень нарушил какие-то правила. Кроме того, что он не направил ствол пистолета в сторону мишени, когда досылал патрон. Если бы в тот момент справа от него стояли люди, они были бы благодарны, если бы он все-таки держал ствол пистолета в направлении мишени. Это показывает нам значимость четырех основных правил безопасного обращения с оружием. Для тех, кто не знает, повторю еще раз. Обращайся с любым оружием, как с заряженным, знай свою цель и что за ней. Не держи палец на спуске, пока не готов стрелять, и никогда не направляй оружие на то, что не собираешься уничтожить. Так как этот парень держал ствол оружия в более или менее безопасном направлении, никто не пострадал. Вы должны знать, в какую сторону можно, а в какую нельзя направлять оружие. Спросите ведущую этого игрового шоу, которая не знала, в какую сторону стреляет ее огнемет. Смотрите продолжение после рекламы. Если бы посмеялись над этим, значит у вас довольно темное чувство юмора. А если так, значит этот канал для вас, будем честными. Если вы все еще не подписаны, сделайте это сейчас. Видео про оружие и упоротый юмор, это основа нашего канала. Этот ролик довольно забавный. Вы знаете о чем я, это моя малышка. Это моя первая пушка, которую я купил легально. Погодите-ка. Во-первых, первая пушка, которую ты купил. Легально? Странные вещи ты говоришь. Не уверен, что я стал бы выкладывать это в интернет, ну ладно, идем дальше. Сейчас я разберу эту сучку, раз вы все просите. Если я под кайфом вспомню, как это делается. Ну, от этого его довольно быстро отпустило. Захотел разобрать, но сперва не проверил оружие. То, что в оружие не вставлен магазин, или если магазин пуст, совсем не значит, что патрона в патроннике нет. Всегда разряжай оружие перед тем, как дурачиться с ним, или разобрать. Он также вроде сказал, цитата, если я под кайфом вспомню. Если я под кайфом вспомню, как это делается. Очень тяжело разобрать, что он там себе бормочет. Дельный совет. Не бери в руки оружие, когда ты под кайфом. А если тебе пришлось по какой-то непонятной причине, обязательно сбрось магазин и разряди оружие, чтобы вот это не произошло с тобой. Далее у нас просто взрывные новые ролики. Да, буквально, в них изображена взрывчатка. И первым в этой категории у нас имеется плотный джентльмен, который стреляет в духовку, наполненную тенеритом или другой бинарной взрывчаткой со слишком близкого расстояния. Но внутри для него припасен сюрприз. Когда я смотрел это в первый раз, мне буквально захотелось увернуться от этой штуковины. Группа захвата Макдональдса чуть не получила лоботомию. И в придачу, когда он повернулся, он направил свою заряженную и взведенную АР почти прямо на своих друзей. Так делать нельзя. Также наблюдение со стороны. Помните, парни, важно находиться в хорошей форме. АР-15, или в этом случае даже две, АР-15 будет не особо полезно, если вас может уничтожить, ну, например, лестница. Или узкие дверные проходы. Или ваши собственные артерии. Конечно, я никого ни в чем не обвиняю, но помните, для чего мы носим, для чего мы вообще владеем оружием. Ваша хорошая физическая форма нужна для того же. Если вам, парни, нужен небольшой стимул, чтобы заняться, наконец, своим здоровьем, знайте, что я в вас верю. Вы меня поняли. Я хочу, чтобы мои подписчики были подтянутыми. Лето уже здесь, и женщины не для того, чтобы с ними разговаривать. Ну а теперь, микроволновки. Здесь у нас типичные ребята с Аппалачей взрывают микроволновку прямо посреди улицы. Ох уж это Америка. Ну давай, ебани! Ну ничего себе, братан, ты в порядке! Я знаю, что технически это не оружие, но к нашей теме подходит. Ну давай, ебани! Тот кусок уж ебанул так ебанул. И последний на сегодня эпизод со взрывчаткой стал вирусным совсем недавно. Этот парень стреляет. Это что, снова микроволновка? Почему все эти люди ярусно уничтожают бытовую технику? Господи, я все боялся, что наркоманы украдут мою микроволновку, а бояться надо любителей тенерито. Он стреляет в микроволновку, которая, как выяснится, наполнена слишком сильно, со слишком короткого расстояния. Давайте вместе посмотрим, что получится. Моя голова! Моя голова! Да, кровушка пошла. Братан, лучше не смотри, там все нормально. Лучше не смотри, там все нормально. Да, он прав, не стоит стоять и разглядывать свою рану вместо того, чтобы поехать в больницу. В этом вся опасность ранений в лицо. При таких ранениях теряешь много крови. Главная идея, и она как бы общая со всеми остальными подобными роликами, все эти люди находятся слишком близко к месту взрыва, особенно если заложить взрывчатку внутрь чего-либо, в частности, чего-то металлического, и впоследствии способного разлететься на осколки. То, что вы действительно сделали, так это превратили довольно безопасную бинарную взрывчатку по-настоящему кустарную и опасную ручную гранату, так как взрывчатка внутри, все, что вокруг нее, из-за огромного давления при взрыве, с огромной скоростью разлетится на мелкие кусочки во всех направлениях. Плохая новость для всех, кто стоит рядом. Я бы не испугался стрелять по тенериту с такого же расстояния, если бы он не был внутри чего-то. Самое опасное в этом случае — это взрывная волна. Если стоять слишком близко к мощному взрыву, можно получить контузию. Но вот, например, заряд С4 для вскрытия дверей можно находиться близко к месту взрыва, если нет опасности разлета осколков. Плавали, знаем. Ну что, поехали. А если взрывчатка внутри чего-то, например, металлического, тогда будут проблемы. Этого мужчину, кстати, зовут Зи Оу Чоппер. Позднее он выложил это фото из больницы. И кроме этой страшной раны на голове, слава богу, он вроде как в порядке. О, господи. Следующий случай просто уникален. Мужчина в кентукке застрелил своего соседа по комнате в отместку за то, что тот съел последнюю слойку с сыром. Если честно, я его понимаю. Конечно, это неправильно, и паренек, скорее всего, попадет в тюрьму, но... я его понимаю. У нас, конечно, нет фотографий или какой-то дополнительной информации об этом мужчине, но... я кое-кого подозреваю. Здесь у нас еще один любитель пострелять. Мне сказали, что видео из Южной Африки. На видео мы видим охранника магазина, который стоит на посту с дробовиком. И этот дробовик он по привычке удерживает, облокатив на свой ботинок. Мы-то с вами знаем, что за этим последует. Давайте посмотрим на это вместе. Отметено точно останется. Господи, посмотрите на эту дыру в полу. Под воздействием шока, либо он удерживает себя в руках тем, что осталось от его гордости, сперва он просто стоит некоторое время, будто представляя, насколько там все плохо, при этом не желая подвинуть ногу и проверить. И как только он подвинул свою ногу, мы сразу видим милую лужицу человеческого сока на полу. Да, это... это не здорово. Он снова подвинул свою ногу и обнаружил еще одну лужицу, и затем поковылял, понимая, что сейчас, вероятно, самое лучшее время получить что-то вроде первой помощи, ну или хотя бы новую пару обуви, в которой не будет подозрительного отверстия, очень напоминающего дыру от выстрела картечи. М-да. 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 Последнее видео — это запись с наружной камеры парадного входа. И начинаем мы InMediaRes. Это значит, с середины повествования, если кто-то из вас не является фанатом кинематографа. Самого действия мы не видим, а видим парня, подбегающего к двери и кричащего ту самую фразу, которую ни один мужчина никогда не хотел бы произнести. Я только что прострелил себя член! Быстрее, быстрее! Я прострелил себе член! Только что прострелил себе член! Отвези меня в больницу! Давай, быстрее! Это... Отстой. Мне больше нечего сказать насчет этого, кроме... Братан, дело дрянь. В лучшем случае у него сейчас случилось 7-миграммовое обрезание. А в худшем случае он уже наполовину сделал операцию по смене пола. Я прострелил себе член! Счастливого месяца, прайда, сэр! Для того, чтобы подобное ни в коем случае не произошло с вами, нужно иметь опыт в обращении с оружием. Но вот где получить все эти знания? Собирать отрывочную информацию на форумах? Спросить у друзей? Ну нет, все это часто может скорее навредить. Учиться нужно только у профессионалов оружейного дела, которые уж точно плохого не посоветуют. Ну, например, концерн Калашников. Они вот недавно обновили свой знаменитый клуб Калашников. Я также в нем состою и вам советую вступить. Клуб Калашников – клуб ответственных владельцев оружия, чьи интересы мы будем отстаивать и защищать. Мы – это главное стрелковое сообщество России, объединяющее охотников, спортсменов-стрелков, стрелков-любителей, владельцев травматического оружия и всех интересующихся оружейной тематикой. Знания общества складываются из знаний каждого. В клубе вы найдете информацию об оружейных новинках концерна и не только. Ответы конструкторов оружия на ваши вопросы, обсуждение пользователей по темам, регулярные вебинары от лидеров мнений каждого направления, мировые тренды в области вооружения. Мы никогда не оставим вас одних. Тут вы найдете ответы на вопросы от экспертов. Как оформить разрешение на оружие? Как его хранить? Как с ним обращаться? Когда и где его можно применять? Программа лояльности клуба позволит вам приобретать оружейные новинки из лимитированных партий или ограниченные эксклюзивные изделия до их появления в массовой продаже. Совершать выгодные покупки – 1 балл – 1 рубль с возможностью конвертации в скидку до 100%. Присоединяйтесь к нам, следите за спортивными мероприятиями, общайтесь с близкими вам по интересам людьми, участвуйте в розыгрышах призов, получайте доступ к эксклюзивным обучающим и развлекательным материалам и просто наслаждайтесь всем, что вам нравится на одной площадке. Это бесплатно. Плата за регистрацию и членство в клубе не предусмотрена. Калашников клуб – твое право на оружие. К несчастью, во всей этой истории пострадал еще кое-кто. Я еще подстрелил свою собаку! Сейчас! Подожди немного! Моя собака! Заведи ее в дом! Заведи ее внутрь! Хорошая новость в том, что собака была ранена не сильно. Мы видим, что собака ковыляет ко входной двери. Она явно получила ранение. Я порылся в интернете и нашел, что собака была лишь немного ранена в коготь и смогла полностью выздороветь. Лучшему другу человека не обязательно получать премию Дарвина за одну с ним. Что касается нашего друга, нарушителя правил безопасности, ему повезло далеко не так сильно. Выяснилось, что его пушка имеет встроенный дикокер. В любом случае, после такого, я думаю, этот джентльмен достоин звания лауреата премии Дарвина в этом эпизоде. Как вы заметили, в этой серии уже довольно много видео. Если вам интересно, я оставлю ссылку на плейлист в описании к ролику. Я знаю, что вам нравятся видео премии Дарвина. И если вы досмотрели до этого момента, у вас очень темное чувство юмора, прямо как у меня. В этом мы очень похожи. Смотрите те видео в плейлисте, что вы еще не видели, и если хотите смотреть больше видео премии Дарвина и другие видео на нашем канале, обязательно подписывайтесь. Благодарю, что досмотрели это видео до конца, и как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкин и ютуберы, в следующем видео. Пока!